Это нужно сделать такое пояснение. Это опять-таки из наших этих ночных студий, когда уже он за разом заходит и начинаешь генерировать какие-то слова, они генерируются, минуя мозг, они вообще сами собой. И мы, значит, вот там после трех-четырех бессонных ночей мы сидим и ведем, значит, с подругой и соседкой по общежитию высокую интеллектуальную беседу о том, что, дескать, вот там птицы начинают петь, и только поэтому понимаешь, что утро пришло, утро, вечер, все перепуталось. А потом почему-то мы стали говорить о том, что писатель Куприн, он обычно всем очень нравится, пока человек молодой, а потом чем старше ты становишься, тем меньше ты любишь писателя Куприна. И, наверное, это признак старости, рассуждали там 25 лет. Мы, что, наверное, когда перестаешь любить Куприна, значит, это все уже старость, пора на кладбище. И у нас родилось, значит, двустишее, которое получило несколько продолжений. Двустишее было такое, я утро узнаю по Соловью, по Куприну я старость узнаю. А дальше, значит, были продолжения. Значит, собственно, я утро узнаю по Соловью, по Куприну я старость узнаю. Они придут внезапно, и лосося я не доел, и водку не допью. Значит, я утро узнаю по Соловью, по Куприну я старость узнаю. А если кто со мною не согласен, так я тому по морде надаю. Дальше, значит, это Высоцкое. Я утро узнаю по Соловью, по Куприну я старость узнаю. Я не люблю такое время года, когда я не болею и не племюю. Ну и когда после всего, я не знаю. Философское. Я утро узнаю по Соловью, по Куприну я старость узнаю, как быстротечен жизни миг короткий, как бытие трагично, мать твою. Я утро узнаю по Соловью, по Куприну я старость узнаю, по Декабристам узнаю побудку. Спи, Герцен, баю-баю. Философское.